Если выполнять сварку голым электродом, а кромки металла покрыть цепучим флюсом, тогда жидкий металл в зоне дугового разряда хорошо защищен от влияния кислорода и азота воздуха. Флюс выполняет те же стабилизирующие, защитные, лигирующие, раскисляющие и рафинирующие функции, что и покрытие электродов. Качество сварного шва при этом выше, чем при ручной дуговой сварке. Этот вид сварки осуществляется автоматами, самоходными сварочными тракторами. Их применяют при сварке прямолинейных и криволинейных швов большой протяженности. В бункер засыпают флюс, который покрывает электродную проволоку и кромки изделия слоем в 40-50 мм. Специальный механизм подает проволоку со скоростью соответствующей скорости плавления. Под слоем флюса дуга горит устойчиво. Плавятся часть флюса, кромки металла и электродная проволока. При остывании металла образуется шов, покрытый шлаковой коркой. Под флюсом он остывает медленнее, отчего улучшается структура металла. В условиях производства автоматическая сварка под флюсом может также выполняться сварочными головками двух типов. Когда сварочная головка движется над неподвижным изделием. Или устанавливается неподвижно. При этом перемещается изделие. Для сварки металлов большой толщины, сварочную головку оснащают несколькими электродами. Этим достигается повышение производительности наплавки. Скорость сварки увеличивается. И нам виновsoo reass mencionала на свои фильмы. Продолжение следует... Продолжение следует...